Виноградов 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 Поэтому для них здесь все новое абсолютно. Они как маленькие дикарят и всего еще боятся, совсем не готовы. Но в целом они очень хотят выиграть, показать себя, проявить свой спортивный характер. Можно бороться, если веришь в свои силы, в себя, то можно и победить. А тренер какой? Отличный. Воспитанники Агафоновой были восхищены зимней ареной. Особенно Петр Масовин говорит по таким дорожкам бежать одно удовольствие. Атлет из Чура на 60-метровой дистанции установил личный рекорд, но в тройку призеров не попал. Зато новые шиповки опробовал. Этот инвентарь сельчане надевают редко. Для чего нужны шиповки? Ну, например, шапки подскользнутся, если бежишь по резиновому покрытию. А делай их первый раз? Да. Вот насколько тебе в них комфортно? Мне в них очень комфортно, на 100%. В селе они набрали соревновательного опыта. А кто выступил отлично, так это Екатерина Золина. Воспитанница восьмой спортшколы выиграла весь спринт и выполнила норматив кандидата в мастера спорта. А ей всего 13. И последнее. В Тюмени прошел третий предварительный тур чемпионата России по волейболу среди мужских команд высшей лиги «Б», где команда ИЖГТУ «Динамо» встречалась со сборной Магнитогорска и Тюмени. Итог – одна победа и три поражения. И пока пятое место в турнирной таблице. В полуфинал, напомню, выходят четыре команды. Ну а следующий тур у подопечных Андрея Черкова в стерли-тамаке. Он начнется 9 декабря. Все у меня на сегодня. Болейте только на спортивных аренах. И следите за новостями спорта также на сайте «Моя Удмуртия». До встречи в эфире.